процессы медитации до так называемый этот в принципе разговор с психологом каждый день когда вы сами в себе сами к себе идете свою жизнь каждый день в каком-то вопросе каждый день каких-то осознаваниях вот на август месяц очень много ну правда очень много нужно будет сделать да то есть то что вот я говорил этот денежный блок полностью по всем по основным хотя бы даже не по всем наверно по основным мы его будем дополнять потому что их на самом деле намного больше но дополнять будем чуть попозже наверное сентябрь октябрь но на сегодняшний момент выйдет денежном блоке на осознавание это вот я обещал до жадину завистника агрессор судья потому что но все осуждения самого себя это запрещение себе жить богатым быть богатым это обвинение самого себя то есть посадить себя самого в тюрьму добрый вечер почему жалко тратить на себя а на близких трачу с удовольствием меня зовут евгения благодарю евгения да это живут как раз от судья это уже третий процесс будет то есть посмотрите какой момент мы говорили об этом очень часто говорили очень много говорить давайте еще раз расскажу да то есть вот мы привыкли жить так тогда что любовь само слово любовь она дает возможность дает возможность вам любить самого себя но мы все привыкли но мы люди на бога ведая то есть это само слово само слово о себе говорит дать любой но мы все привыкли проявление любви проявление любви смотреть как похвалу если нас хвалят нас любит а если нас не хвалят значит нам нужно стать очень хорошим для того чтобы нас похвалили если у нас не получается быть очень хорошим да то мы начинаем что нас не хвалят, или мы очень хорошие, а нас все не хвалят и не хвалят и не хвалят, то что происходит? Человек начинает винить самого себя. А когда человек начинает винить самого себя, то происходит один удивительный момент. Он перестает сам жить. Ему нужно быть хорошим во всем и даже в деньгах. Это та же самая возможность, чтобы вас похвалили. Поэтому на других, когда вы тратите, вы просто ждете от них похвалы. Это очень интересный момент. У меня вот девочка была, она писала, по-моему, даже, Ольга, когда она говорит, иду после тренинга и хотела купить тортик. Увидела торт, который понравился мне, но он дорогой. Я не купила его, я купила тот, который понравился мужу. Мне прямо осознание пришло, а что со мной происходит? Почему я запрещаю себе и постоянно хочу быть лучше? Хочу лучше казаться, чем я есть на самом деле. Но я же хочу этот торт. Почему я себе его запретил? Потому что себе жалко, для других не жалко. Потому что меня похвалят. И вот эта погоня за похвалой, она очень много забивает вот этих денежных блоков, ставит для того, чтобы вы пришли к самому себе. Потому что деньги-то сами по себе, это просто энергия. Это просто обыкновенная энергия. И очень интересный такой аспект. Деньги приходят на ваши желания. Понимаете, да? А если вы тратите на других, желаний-то у вас своих нет. Они вам не нужны. Потому что ваше единственное желание, чтобы вас похвалили. Вот прям посмотрите в этом направлении. Я думаю, вы осознаете, вы увидите, как это часто происходит в вашей жизни. Просто если садиться, заходить в вопрос. То в этом вопросе вы всегда увидите, что с вами происходит. Да, про деньги, Алекс, мы обязательно поговорим сегодня. Мы будем говорить сегодня только о деньгах и только о жалене. Эдгар, подскажите, пожалуйста, с чего начать изучение психологии? Благодарю вам, Ольга. Вы знаете, Ольга, вот психология, это такая наука обширная. Психология, наука о душе. Течений, школ, направлений разных. Каждая хорошая, каждая удивительная. Потому что оно каким-то образом помогает людям осознать. Вопрос, что вы хотите от психологии? Вот это очень важный момент. Что для вас изучение психологии? Для чего вам это надо? Это очень важный момент. Когда вы напишите, для чего вам это надо. Если я вдруг не успею вам ответить, да, из-за того, что вопросы идут. Но Тогда напишите мне в директ. Вы меня извините, у нас просто два часа. И у меня только сейчас была консультация. Консультация была такая. Прям я еще немножко возвращаюсь назад после этой консультации. Ребят, по психосоматике в директ. Если ни разу не делала медитации, у меня получится, если делать вашу медитацию. Благодарю. Меня зовут Аня. Аня, вот для этого, для этого есть две основные, два основных процесса. Это ясность и подлинность, и благодарность. Но если вы ни разу не делали медитации, вот ни разу не делали, я вам рекомендую, есть единое поле сознания. Она стоит бешеных денег, 25 рублей. Вот возьмите ее на пятиминутку. По крайней мере, недельку-две ее поделайте. Просто поделайте одну ее. То есть, осознайте, что для вас это медитация, какие состояния, какие ощущения. Потом делать по нарастающей. Потому что, когда человек не делал консультации, медитации, да, и сразу идет просто вот в медитации, то, естественно, очень много, больше вопросов, чем ответов он получает. Единственный нюанс, что я могу вам посоветовать, да, ну, как-то, даже не посоветовать, потому что психологи советов не дают, да, а вот, ну, давайте поразмышляем над этим. Вот когда мы идем в вебинары, этот вебинар, ну, то есть, я вместе с вами нахожусь. Вот в вебинар, я думаю, вы можете сходить. По крайней мере, там будет глубокий процесс и посмотреть. Вы знаете, когда вот я делал медитацию в Круппо-Сити Холли, да, вот процесс, ну, то есть, я называю это процессами, для меня это как-то больше. То есть, здесь немножко к медитации, то, что я делаю, относится, ну, только то, что ты с закрытыми глазами. Вот 5000 человек в Круппо-Сити Холли, можете себе представить, да, 18000 онлайн прослушиваний, то есть, одновременно шло вместе. То есть, 18000 билетов было продано на онлайн прослушивание. Ну, давайте представим, что кто-то слушал один, как мне сегодня девушка написала, а кто-то слушал целыми семьями. И вот тот процесс, который люди прошли, а это 23000 человек, ни один не остался равнодушным. И там наверняка были тоже люди, которые, ну, только-только начинали делать медитации. Да, некоторые подходили, говорят, ну, даже не знали, что это такое медитировать, когда я книжки подписывал. Какая правильная любовь между мужчиной и женщиной? Ведь бывают ссоры. Теперь я к нему более осторожно, что ли, благодарю вам. Давайте по порядку. Что такое любовь? Само слово, само мыслеформа любви, это людина, Бога, ведая. Человек, ведающий, знающий, что есть Бог, который осознает, что, как в первой заповеди, да, да, будет воля твоя. Первая заповедь, да, возлюбив Бога больше Отца и Матери своей. Это первое. Там даже о женах и о мужьях вообще ничего не говорится, да. А потом возлюби ближнего своего, как самого себя и возрадуйся. Потому что, когда ты являешься светочем, да, то есть, когда через тебя идет свет божественный, через тебя, как Бог, дает свет на землю, да, как на небе, так и на земле, то тогда получается очень интересный аспект. Вы становитесь целостной личностью. Вы этим светом еще и очищаете свой внутренний негатив, так называемый. То есть, негатив, это, помните, такая была пленка черно-белая или цветная, да, то есть, когда фотографировал на фотоаппарате, проявлял ее, получилась негативная пленка. Черная, ну, то есть, цвета были наоборот, искажены. Это негатив, негативная, да, как проявление чего-либо. Да, то есть, это то же самое проявление, только в другом цвете. И когда вы дарите свет, как фотоувеличитель, вот потом, когда эту пленку вставляли в фотоувеличитель, давали в нее свет, и на фотобумаге отражался позитив. Потом дальше пленка, опять свет, позитив. И само слово ссора, ссо это душа, а ра это свет. Как раз вот ссора дает вам возможность перевести негатив в позитив. Если вы в этот момент осознаете, что происходит с вами. Потому что в любой ссоре выходит, прежде всего, ваш непринятый какой-то образ, какая-то роль, какая-то личность, личина, там, неважно, что это, да, маска какая-то. Ну, интерпретаций этого много. Которая на сегодняшний день обижена. И эта обиженная роль дает, встречается с другой обиженной ролью. Потому что в этот момент вы как два резонатора. И если ваша обиженная роль срезонировала с той обиженной ролью, то они между собой выясняют отношения. И все. Вы к этому никакого отношения не имеете. Просто вы в данный момент делитесь с болями. Вы своей, он своей. В этот момент этот человек, который напротив вас, ваш бесплатный психотерапевт. Чем отличается выживание от жизни? Тем, что в выживании вы начинаете винить кого-то другого, а в жизни вы берете просто ответственность за себя и начинаете смотреть, что во мне травмировано. Как это сделать? Говорю неоднократно. Дайте определение тому человеку, на которого вы сейчас злитесь. Просто дайте, кто он, балбес, дебил, идиот, слабодушный, малодушный, трус, гад, сволочь. Какая разница? Дайте просто ему определение. А потом посмотрите, что кто может увидеть этого человека в вас? Ну, дебила, допустим. Кто может увидеть? Ваш дебил. Потому что ваш хороший дебила не увидит. Он увидит только хорошее. Любая роль видит только свое отражение. И если этот человек вас раздражает, то ваш дебил просто обижен. Кто-то вас очень сильно обижал этим словом. И где-то там есть ваша травма. И пролив свет на эту травму, приняв самого себя, приняв своего дебила, этот дебил автоматически утихает. Как это происходит? Как-то божественно. Само слово ссора – это цвет души. Когда ты вытаскиваешь этот блок из себя, туда попадает свет. И этот свет растворяет в житие все, что угодно. По крайней мере, дебила, если вы видите в нем дебила, и примите своего, то дебила уже точно не будет. Это даже происходит удивительно. Это даже происходит в режиме онлайн. Когда ты, ну, бывает уже люди, которые проходят мои консультации, тренинги, медитациями занимаются, да, у меня, говорит, опыты вот они пишут, делятся в директ. У меня по 200, по 300 сообщений в день идет. Это удивительные просто моменты, удивительные аспекты происходят. Когда человек в режиме онлайн, вот он разговаривает с кем-то, находит свою травму, сам себя принимает. Вот это главная задача, это и есть стать психологом для самого себя. Осознавая, что вас ничего не может травмировать. А если вас кто-то травмирует, о, вот это да, какое счастье. И ты разговариваешь с этим человеком, или слушая его, да, начинаешь просто параллельно, ваш наблюдатель параллельно ищет ту травму, которая происходила с вами. Как это сделать? Ну, это всего лишь опыт. Это, помните, мы вчера говорили, да, когда мозг рассоед, он сразу мгновенно начинает искать, что происходит в данный момент. И он не выпускает эту агрессию, а этот ресурс, этим ресурсом заходит в глубину себя и вытаскивает эту ситуацию. И пропускает через свет. Ну, представьте, вот сито, через которое отсюда идет свет. И оно все такое, вот эти дырочки, да, все забиты вашими вот этими негативами, так называемые. И как только вы находитесь, вытащили его, да, туда свет пошел. И вы, вот ваш мозг, это и есть вот это вот сито, да, главная задача, повытаскивать, чтобы просто шел свет. И когда идет свет, этот свет, это та самая психическая энергия, которая позволяет вам решать ваши желания. И тогда приходят деньги, тогда приходит все, что угодно. Я как-то проснулся, что-то мне было скучно, и я нарисовал вот такую картинку. Вот здесь написано, кто не видит, Крокус Сити Холл. Это вот. Это было в ноябре месяце. И вот я рассказывал об эту историю в Крокус Сити Холле. Рассказывал ее в Крокус Сити Холле, что когда Александра позвонила, говорит, вот я не знаю, делать Крокус, не делать Крокус, потому что народу много, прочее, прочее, прочее. Я говорю, Саша, он уже сделан. Он еще в ноябре был решен. То есть в ноябре я уже стоял на сцене Крокус Сити Холла и делал процесс. Потому что этот процесс, он на самом деле очень важный, докажу назло. И он... Представляете, что произошло, когда этот процесс был сделан? 23 тысячи человек одновременно отцепили от себя проклятие, докажу назло. Одновременно. На всей территории мира, даже не России, потому что там была и Америка, и Европа, и прочие онлайн-трансляции в разных странах. Представляете, что произошло? меня до сих пор радость переполняет, когда, ну, осознавать то, что 23 тысячи человек одновременно пришли и простили себя за то, что они поставили себе, дали себе клятву доказать на зло. и пошли в состояние зла. Потому что, когда ты докажу на зло, ты переводишь мозг, приходит зло, ты попросил это сам. То есть, помните, мы говорили, что каждое слово, сказанное вами, это молитва. Кто читал книгу, тот знает размышления дурака. И эта молитва создает пространство, пространство проживания. И когда эти ворота эти закрываются, да, и человек переводит себя в другое, я чувствую желание чувствовать себя здоровым, любящим и любимым. Это же счастье. Богатым, благодарным, успешным. И открывает новое пространство своего проживания. Это же счастье. Субтитры создавал DimaTorzok